Фарда, Иран. Трамп кинул Израиль, разрешив Турции атаковать Сирию. Фарда, Иран. 13 октября 2019 года. И это с ним. Вечером минувшего понедельника президент США Доналд Трамп, к полной неожиданности очень многих, объявил, что американские военные полностью покидают территорию Северной Сирии. Он заявил, что поддержка курдских сепаратистов стоит США слишком дорого, и что Америке следует выйти из войны, которой не видно конца. Ранее, а точнее, 20 декабря 2018 года Дональд Трамп уже объявлял, что американские военные будут выведены из Сирии. Однако в тот момент многие его советники в Белом доме, вместе с его верным сезником на Ближнем Востоке, государством Израиль, постарались убедить его в необходимости остаться в Сирии и не уходить оттуда так внезапно. Эти усилия продолжались, в общем, успешно до 7 октября 2019 года, когда он вдруг позволил Турции начать военную операцию против курдов в Северной Сирии, о поддержке которых он до той поры не уставал твердить. И это известие застало так и всех в Израиле врасплох и повергло в настоящий шок. Израильские СМИ в панике и ужасе Заявление Трампа об уходе из Северной Сирии не вызвало никакой официальной реакции израильского правительства, хотя, по признанию израильских СМИ, как официозных, так и независимых, оно стало для него полной неожиданностью. В Тель-Авиве не выступили с осуждением данных шагов американского президента. Но сами СМИ Израиля словно излучали страх, ужас и панику. Эта волна паники и ужаса, в основном, была связана с опасениями относительно возможного укрепления позиции Ирана как в самой Сирии, так и во всем регионе, после того как Север Сирии покинут американские военные. Канал 13, Трамп не заслуживает доверия Канал 13, официальный орган СМИ израильского правительства, заявил, что это решение Трампа прозвучало спустя только несколько часов после закрытого заседания руководителей Сил безопасности Израиля, на котором будто бы был заявлено, что официальные лица Израиля пришли к заключению. Трамп, с приближением президентских выборов в 2020 не имеет особого стремления к военному столкновению на Ближнем Востоке с кем бы то ни было, прежде всего, с Ираном. Он намерен избегать открытой конфронтации. Телеканал также заявил, что последние события явно показывают, Трамп потерял веру в продуктивность сирийского конфликта и крайне ненадежен относительно сирийской проблемы, исключая, разве что, то, что он всегда рьяно поддерживает, но, мол, только на словах, израильские военные атаки против Сирии. Телеканал также указал на молчание Ани Таниху и членов его кабинета по решению Трампа и заявил, что Израилю, как союзнику США, предстоит заплатить дорогую цену за этот шаг американского президента, ведь союзникам не пристало критиковать друг друга. Израиль остается один перед растущими угрозами со стороны Сирии. Еще телеканал, новостная служба Кан Хадашот, сославшись на заявление некоего министра, не уточнив ни его имени, ни должности, заявила, что Трамп – это личность в изоляции. Он не смог дать никакого внятного ответа ни на атаку ираном американского беспилотника, ни на бомбежку, ни понена, кем осуществленную, нефтеперерабатывающих заводов Саудовской Аравии, тоже союзника США. А сейчас отступление из Сирии – это словно сигнал к действию для врагов США в регионе, прежде всего, конечно, для Ирана. Этот же телеканал, ссылаясь на одного из полевых командиров боевых подразделений сирийских курдов, прямо заявил, что США бросают курдов. А упомянутый израильский министр будто бы сказал, что США отдают курдов на растерзание Турции, и подобный шаг – не что иное, как предательство. Харец, власти, в полной панике израильское издание Харец во вторник, вслед за заявлением Трампа, написало следующее. Всех застало врасплох решение президента США Дональда Трампа по уходу из Северной Сирии, как и логически следовавший из этого шага. Его молчаливое согласие на операцию турецких вооруженных сил против сирийских курдов. Сообщение мировых СМИ в понедельник о данном решении Трампа повергло в ужасы службы безопасности Израиля и его политиков, настолько, что ни один политический деятель, представитель правительственных кругов не высказался по поводу решения американского президента. Ведь даже республиканцы в Сенате США высказались против, восклицает израильская газета. «Идиот охранот, Израиль – один против Ирана». Рон Бен Ешай, военный аналитик издания «Идиот охранот», в тот же вторник написал для своего издания, после решения Трампа о выводе войск из Северной Сирии, «Израиль остается один против Ирана». Иран теперь сможет застать Израиль врасплох практически в любое время, когда и как пожелает. Израиль остается теперь почти таким же беззащитным, как саудовские нефтепромыслы. Иран намерен пойти тем путем, что предусмотрел для себя Израиль – война между войн. И цель предстоящей иранской атаки в этом случае – вывода американских войск, примечание Перев, убедить Трампа отменить экономические санкции против Ирана, под давлением региональных сюзников в США. А вот Бен Ешай высказывается о ракетной мощи Ирана, «Израиль совершенно беззащитен перед лицом ракет, произведенных в Иране, эти ракеты достигнут цели, как они их уже достигли при нападении на саудовские нефтепромыслы». Именно по этой причине Нианьяху согласился на срочное заседание Кабинета министров, ради обсуждения угрозы иранских ракет морского базирования. Аналитик также написал, что Израиль, после решения Трампа об уходе из Северной Сирии, рано или поздно осознает, насколько он теперь одинок перед лицом иранской угрозы. Ужас политических кругов и сил безопасности вышеприведенные утверждения и заявления в израильских СМИ доводит до читателей своей аудитории две важные вещи. Первое, это то, что израильские политики и органы безопасности еврейского государства на самом деле застигнуты врасплох и сейчас настолько шокированы, что не в состоянии даже выразить какую-либо реакцию по происходящему. Никто так и не высказался по сути настоящих событий, ни из высокопоставленных полиэков, ни из военных, ни из представителей органов безопасности. Второе, то, что они не только шокированы, но и попросту напуганы предстоящим уходом американцев, их охватил всеобъемлющий страх. Это ясно из того, что их, похоже, сейчас преследует только одна мысль, о предстоящей иранской атаке. Похоже, это все, о чем они способны и сейчас думать. Вместо резюме к выводам, которые делают израильские СМИ, хочется добавить и наше собственное резюме. Происходящее, в том числе и тот шум, который поднят сейчас в израильских изданиях, передает нам еще одну важную реальность. Сионисты столько лет твердили миру о своей непобедимой армии, которая в состоянии в одиночку воевать с полчищами нападающих на них арабов. Но сейчас выходит, что их единственной опорой является американское военное присутствие. Без американцев у них нет никакой веры в собственные силы. Далее, решение Трампа стало для них страшным ударом. Этот удар поверг в глубкую депрессию израильские политические круги. Шок, произведенный заявлением Трампа и о котором столь много рассуждают израильские СМИ, проистекает от самого страха из-за свое существования. Известно, что это самый большой на свете страх. Именно сейчас они полагают, что их обетованной земле грозит настоящая опасность. И самое главное, что шокировало сионистов, это якобы совершенное Трампом предательство. Предательство, которое Трамп совершил по самому уязвимому для них пункту. Предательство, которое, уж точно, не останется незамеченным. И за которое Трампу точно предстоит ответить и понести наказание. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.